Привет, друзья! Сегодня мы будем плести корзинку для сладостей. Подарок моей дорогой сестренке. В работе мы будем использовать светлые оттенки морилки дуб. А украшать мы будем корзинку ленточкой и цветами, выполненными в технике декупаж. Приглашаю вас плести вместе со мной и добро пожаловать на мой мастер-класс! В качестве материала для плетения будем использовать вот такие трубочки. Их можно накрутить из газеты, а также из чистой газетной бумаги, которая продается в канцелярских магазинах. Она точно такая же, как газета по качеству. Нужно обратить внимание, чтобы она не была плотная. Из газеты нужно отрезать край, там где нет надписи, для того, чтобы трубочки были белые, потому что газетная надпись не закрашивается красками. И перед тем, как нарезать полоски, нужно попробовать, с какой стороны отрезать. Либо это будет с этого края, либо с этого. Это зависит от волокон газеты. По волокнам трубочка будет крутиться очень хорошо. Против волокон это будет сделать невозможно. Газетная бумага формата А4 по ширине 21 см. И очень хорошо делится на три части по 7 см. Из нее получаются отлично три трубочки для плетения. Или ее можно свернуть пополам. И получится две полоски по 10 см. Из них можно сделать две трубочки основы. Для того, чтобы получилась трубочка, будем накручивать ее на спицу 1,5 мм. Берем полоску. Для того, чтобы она получилась белой, нам нужно поднести спицу к уголочку с надписью. Прислонить ее под острым углом. И очень важно в самом начале ее достаточно плотно накрутить на уголок. Это принципиально важно, потому что трубочка тогда будет достаточно плотная. И при плетении будет очень хорошо ложиться. Когда зафиксировали спицу, то начинаем закручивать, придерживая двумя руками. Доходим до конца. Когда остается маленький уголочек, вынимаем спицу. Показатель того, что трубочка накрутилась хорошо, это то, что спица будет выниматься с большим трудом. На уголочек капаем капельку клея и закручиваем какое-то время, удерживая, чтобы клей схватился. И после этого используем влажные салфетки, чтобы вытереть руки. Трубочка должна быть одинаковая по всей длине. И если вы используете клей влагостойкий, как у меня, то трубочку достаточно просушить пару часов, затем можно ее окрашивать. Если у вас обычный клей, то для того, чтобы при покраске клей не расклеился, нужно просушить сутки. И трубочки основы, и трубочки для плетения крутятся по одному и тому же принципу. Поэтому трубочку для плетения накручиваем точно таким же способом. Когда трубочки просохнут, можем приступать к покраске. Перед покраской нам нужно рассчитать, сколько нам нужно красить трубочек основ. Обычно расстояние между ними бывает от полутора до двух сантиметров. Нам нужно взять на наше изделие полтора сантиметра. Это самое минимальное расстояние. Для этого мы должны измерить периметр нашей основы. В нашем случае это 60 сантиметров. И теперь посчитаем 60, делим на полтора. Итого получается, что нам нужно в работе 40 трубочек основ. Приступаем к процессу покраски трубочек. И трубочки основы, и трубочки для плетения все будем красить в один цвет. Нам нужно получить светлый оттенок цвета дуб. Примерно вот такой светлый он должен быть. Для этого мы будем использовать морилку дуб и смешивать ее с водой. Перед покраской не забываем постелить пленку, одеть перчатки. И нужно обязательно взболтать морилку. Наливаем воду. Добавляем чуть-чуть морилки. И будем красить пробную трубочку. Хорошо размешиваем. Если цвет будет сильно насыщенный, то еще добавим воды. А если цвета нам будет казаться мало, трубочки будут сильно светлые, то тогда еще добавим морилки. Одну из трубочек я подсушила. И она получается чуть-чуть светлее. И хочу сказать, что меня такой цвет вполне устраивает. И сейчас буду окрашивать все трубочки. Красим трубочки, прокатывая их. Сначала красим с одной стороны, тщательно промазывая. Затем переворачиваем и точно так же с другой стороны. Все. Сушить трубочки будем на двух других трубочках. Таким образом их укладываем. Для того, чтобы они хорошо просыхали и вентилировались. И обязательно во время высыхания трубочек ходим и помешиваем, чтобы они равномерно прокрасились. Таким образом красим все трубочки и даем просохнуть в течение суток. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции один к двум. Одна часть лака и две части воды. Наливаем воду, добавляем лак и тщательно размешиваем. Можно для лучшего размешивания использовать кисть. Трубочки красим точно таким же способом, как мы их красили морилкой. Сначала прокатываем с одной стороны, затем переворачиваем и точно так же с другой. И теперь верхний слой мы должны подсушить феном. Сушим буквально одну минуту. Сушить нужно не горячим феном, а теплым. И когда вы закончите сушить, нужно найти золотую середину, чтобы трубочки были снаружи достаточно сухими, а внутри вы ощущали их немножечко влажными. И теперь, для того, чтобы они оставались влажными, мы должны их завернуть в пакетик или в полиэтиленовый файл, оставляя кончики наружу, чтобы удобно было их скреплять между собой, чтобы они подсохли. И так оставляем до начала плетения. Еще хотела сказать, что если вы не будете покрывать такой смесью лак с водой, то можно плести просто влажными трубочками. После того, как вы их покрыли морилкой и подсушили в течение пару часиков, вы можете их точно так же замотать в файл и после этого плести. Просто плетение будет не так красиво ложиться, как после такой смеси. Хранить их можно не более суток, иначе они испортятся. Приступаем к плетению донышка. Трубочки основы хорошо высушены. Трубочки для плетения увлажнены и готовы для работы. Начинать мы будем с двух трубочек основ и постепенно будем добавлять остальные, равномерно наращивая. В месте, где они будут соединяться, нужно приплюснуть. И в этом месте мы их сейчас склеим, чтобы нам удобно было начинать. Прикладываем. Какое-то время удерживаем, чтобы трубочки скрепились. У трубочки для плетения тот край, который без склейки, он здесь с таким хвостиком. И я всегда перед работой обрезаю, потому что так удобнее будет скреплять трубочки между собой. Начинаем плести с того, что трубочку для плетения сгибаем пополам, огибаем стоечку. Начинаем плести плетением веревочка. Сразу же плотно прижимаем плетение к серединке. Проплели один прут. И теперь также продолжаем второй. Сейчас мы видим, что трубочка наша закончилась. И ее нужно нарастить. Они между собой переплетаются. И наращивать нужно в том месте, где одна трубочка прикрывает другую. То есть, вот сейчас нижнюю трубочку мы будем обрезать. Примерно отступая от места соединения, где-то 5 миллиметров. Еще имеем в виду, что у трубочки есть место склейки. Его нужно обязательно обрезать. Оно очень жесткое. И в плетении будет смотреться некрасиво. Обрезаем под острым углом. Заминаем. Чтобы трубочки не разошлись, капаем клей. И одеваем тот край, который мы обрезали. И продолжаем плести дальше. Вот теперь место соединения прикрывается следующей трубочкой. И здесь получается, что соединение не видно. И точно так же поступаем с второй трубочкой. То же самое. Обрезаем ее. И соединение должно попасть вот в этом месте. А мы тем временем проплели два ряда. Трубочку, с которой мы начинали, которую мы первую огибали, ее нужно обозначить чем-то. Вот я обозначила резиночкой, чтобы нам понимать, где заканчивается ряд. И теперь нам нужно добавлять еще трубочки основы. Вот в этих местах. Сейчас мы их будем вставлять. Так вот наращивать стоечки я научилась у Алены Бугровой. Спасибо ей большое. По мне так это очень удобно. Обрезаем трубочки основы так же ровненько, чтобы они у нас были в этом месте. Вставляем трубочку в серединку. Получается, у нас она будет огибаться плетением. Хвостик будет выведен сзади. Вот таким образом. Потом мы его просто подтянем, и он у нас спрячется. Так вот ее ровненько держим. Огибаем и сразу же оплетаем следующую. Плетем достаточно плотно, чтобы не было просветов между плетением. Так. И точно так же в следующем промежутке. То есть сразу же ее туда вставляем, уводим назад, и сразу ее оплетаем. Аналогично делаем в остальных уголках. Для того, чтобы наши дополнительные стоечки закрепились, еще проплетаем второй ряд. Я проплела еще один ряд. Хочу сказать, что самое главное в оплетании вот таким способом, когда вы добавляете еще стоечки, это плести достаточно плотно, чтобы вот эти стоечки не выпали. Вот так это смотрится с обратной стороны. Сейчас мы проплетем еще один ряд, и потом мы сможем вот так вот подтянуть их, и они спрячутся за плетением. Продолжаем плести еще один или два ряда. Я проплела еще один ряд, и теперь я смогу с обратной стороны подтянуть трубочки таким вот образом, чтобы их было не видно. теперь в этих местах капну клеем ПВА и прижму. Излишки клея можно вытирать влажной салфеткой. И когда клей схватился, и трубочки зафиксировались, то мы можем продолжать плести. Я проплела шесть рядов, и мы видим, что наше донышко формируется. Его нужно постоянно поправлять, выравнивать, чтобы оно красиво лежало. Сейчас мы проплетем еще седьмой ряд, и так как расстояние между стоечками увеличивается, то будем добавлять еще стоечки дополнительно. Ну и на восьмом ряду между стоечками будем добавлять по две. Также будем делать, как мы делали ранее. Почему мы добавляем по две? Потому что сейчас у нас восемь стоечек, а нам нужно, чтобы было сорок. Поэтому мы сейчас, добавив по две, добавим еще шестнадцать, и затем еще чуть повыше, еще добавим по две. У нас получится тогда сорок. Трубочки выводим назад, плетем плотно. Точно так же на следующем этапе. Продолжение следует... И теперь еще нужно проплести два ряда, так же пока не разъединяя вот эти стоечки, для того, чтобы они здесь хорошо зафиксировались, а затем уже их будем разъединять и оплетать по одной. И после того, как я проплела три ряда, и наши двойные стоечки зафиксировались плотно, мы можем уже их подтянуть, для того, чтобы вот переход здесь скрыть, потому что здесь, из-за того, что они не заправленные, смотрятся не очень хорошо. Обязательно приплюснем, чтобы они были плоские. Капаем на кончик клей, и когда будем заправлять, они на клей зафиксируются. Выравниваем и прижимаем. Пока клей еще влажный, выравниваем донышко, чтобы оно ровно смотрелось и с изнаночной стороны, и переворачиваем на лицевую сторону. Здесь нам нужно переход между плетениями тоже сделать равномерным. Ждем, когда немножечко клей просохнет и продолжаем еще плести дальше, не разъединяя наши стоечки. Плетем по две пока. Я проплела еще два ряда и теперь нам нужно померить по баночке основе. Вот так получается. Нам сейчас нужно добавить еще 16. Вот сейчас мы будем пока эти две еще на этом ряду оплетать вместе, а к одиночным стоечкам будем добавлять по две стоечки с разных сторон. И тогда у нас получится уже нужное количество стоек. И уже на следующем ряду мы будем разъединять вот эти стоечки и уже в будущем через пару рядов эти тоже. И как раз у нас получится к концу плетения донышка равномерное расстояние между стоечками. Наращивать будем вот таким образом, то есть возле одиночной стоечки с обоих сторон расширяем пространство, в сторону приплюснем у стоечки и с обоих сторон заправляем. Можно глубоко это не делать, может быть где-нибудь на 5 мм. Капаем в этом месте клей ПВА, чтобы здесь трубочки схватились. Таким образом наращиваем все одиночные стоечки. Все стоечки приклеены. И теперь те, которые у нас приклеены, их получилось три. Мы их пока оплетаем вместе пару рядов, а те, которые у нас по две, они у нас уже хорошо здесь закреплены, и мы их уже будем разделять. Я проплела один ряд. Стоечки, которые мы подклеивали, тройные, их проходим еще вот так, прижимаем. Здесь обязательно поправляем плетение, чтобы красиво смотрелось. И еще один ряд проплетем точно так же. То есть эти стоечки не разделяем пока. После того, как я проплела еще один ряд, теперь я уже буду разделять тройные стоечки, максимально их разъединяя. Можно даже помогать ножницами. После этого мне остается проплести где-то шесть или семь рядов. Уже по одной, уже ближе к краю, я буду выравнивать стоечки по ширине, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Во время оплетания крайние из трех максимально расширяем. Даже они пусть чуть-чуть вот заходят на соседние. Стоечки подтягиваем. Я проплела ряд. И вот как это выглядит сверху. Чтобы этот ряд получился хорошо и красиво, не надо торопиться. То есть вот эти стоечки, как я и говорила, тройные, вот они, видите, расходятся. Здесь вот этот ряд, он очень важен, потому что, если вы его очень плохо, криво сплетете, он будет очень сильно выделяться и будет сильно заметен. Ну, а в дальнейшем уже будет задача такая, чтобы постепенно выравнивать расстояние между стоечками. И вот эти, которые тройные, они уже потихоньку будут выравниваться. Теперь уже где-то рядов 6 примерно до края донышка будем плести, оплетая по одной. Тут уже дальше плетение не будет составлять большого труда. Вот смотрите, я проплела 2 ряда и стоечки уже выровнялись. Поэтому дальше продолжаем плести точно так же. Где-то примерно осталось нам еще 4 ряда. И еще, когда остается 2 ряда до конца, нам нужно нарастить вот эти стоечки, с которых мы начинали. Вот они у нас коротенькие совсем. Сейчас мы их просто будем обрезать и вставлять туда другую трубочку. Теперь над ней расширяем пространство. Капаем клей другую стоечку, приплюснем, как можно глубже подставляем. И в этом месте прижимаем, даем немножечко клею схватиться. И так аналогично делаем остальные 3. И теперь проплетем 2 ряда. И здесь место соединения будет незаметно. Оно скроется плетением. Я доплела до отметки. У нас получился 21 ряд. Наша донышко готова. Такое оно получилось красивое. Сочетание разных рисунков. Вот так вот выглядит обратная сторона. Здесь тоже получилось. Все очень аккуратно. Измеряем по баночке основе. Получается, что донышко ровно совпадает. И нигде, ни в каком месте у нас не выступает. На следующем этапе мы уже будем поднимать стоечки и плести стенки корзинки. Баночку основу буду оплетать вот таким образом. Буду ложить ее на крышку, потому что здесь поровнее. Ее нужно будет утяжелить. То есть вниз я сейчас положу какой-то груз. Для того, чтобы не испачкать лаком, будем ее оборачивать пищевой пленкой. И так как у меня баночка невысокая, когда я сплету корзину, то ее будет очень тяжело вынуть. Поэтому я буду делать ручку из скотча. Форма готова. И теперь мы можем поднимать стоечки и плести стенки корзинки. Первые два ряда будем плести без формы основы, потому что с ней плести неудобно. Уже на третьем ряду будем ее ставить. Сначала первый ряд будем плести, поднимая стоечки под углом 45 градусов, для того, чтобы здесь был более плавный переход. И уже второй ряд будем их делать под 90 градусов. А плести продолжаем все тем же плетением веревочка. Плетем достаточно плотно, прижимая ряды, чтобы при переходе от донышка к стенкам у нас не было заметно этого перехода. Стоечки даже надо чуть-чуть вот так подтягивать вверх. Я проплела один ряд. Стойки не очень хорошо держатся, падают, конечно, еще. Ну, вот теперь уже второй ряд. Стараемся держать стойки под углом 90 градусов, чтобы они уже были вертикальные. И еще обязательно следим за тем, чтобы расстояние между стоечками было тоже одинаковое. Вот так у нас получается. После того, как мы проплели еще один ряд, стоечки еще пока разваливаются, еще вертикально не держатся. Но я сейчас проплету еще один ряд, пока без формы. И для того, чтобы стоечки зафиксировались в вертикальном положении, и удобно было дальше плести, ставим форму основу, перетягиваем или резинкой, или веревочкой. Можно ускорить этот процесс, просушив в таком положении феном. Но у меня баночка простояла примерно 12 часов. Теперь я снимаю резинку. Вы видите, стоечки все лежат вертикально. Донышко тоже выровнялось. Так вот смотрится переход. То есть здесь все получилось очень хорошо. И теперь будем продолжать плести справа налево. Дальше уже обязательно плетем по форме, чтобы плетение было ровным. И еще не забываем стелить файл или пакет. Если у вас все время будет плетение с поверхностью соприкасаться, то оно будет просто грязным. Теперь у нас плетение будет обратной веревочкой. Она плетется по такому же принципу, только правая трубочка заводится под левую трубочку, под нее. И так же за соседнюю стоечку. Делаем вот тут заминчик небольшой, чтобы плетение ровно ложилось. И не забываем прижимать. Ну и, конечно, выдерживаем расстояние между стоечками. Плотно прижимаем к основе. Когда приходит время наращивать трубочки, то обрезаем их примерно на расстоянии полтора сантиметра после стоечки. Также заминаем и одеваем следующие. Продолжаем плести дальше. Ну и так проплетаем примерно два ряда еще. И затем уже будем делать украшения. Я проплела четыре ряда. Я считаю с того момента, когда мы стоечки делали вертикальными. То есть вот эта у нас еще была така, с которой мы начинали загибать. А эти уже раз, два, три, четыре. И вот мы доплели до трубочки отмеченной, с которой мы начинали. И теперь у нас будет украшение в виде ленточки, поэтому нам нужно завершить ряд. Вот мы останавливаемся. Заводим последнюю перед отмеченной. Вторую трубочку по рисунку заводим внутрь. Там ее потом будем заправлять. И оставляем ее там. А первую трубочку заводим за отмеченную. И то же самое убираем внутрь. Я обрезала, и мы будем их заправлять в плетение. Ну, а второй хвостик заправлю с лицевой стороны, потому что здесь он будет некрасиво смотреться. Его заправим вот сюда, вот под эту трубочку. Сразу же капнем клея и какое-то время удерживаем. На следующем этапе у меня запланирована атласная лента. Я буду ее использовать вот таким способом. И для того, чтобы зафиксировать вот этот промежуток и оплетать его, для того, чтобы плетение не сползло вниз, я вырежу по ленте полоски из тонкого картона. Эти полоски должны быть на 1 мм шире, чем сама лента. Для того, чтобы когда ленточка будет ходить, то она ходила свободно. Вставляю картон. И теперь над картоном приклеим две трубочки. Одну трубочку будем приклеивать за отмеченную, а другую за соседнюю справа. Плести будем слева направо. Если вы правша, то удобнее плести слева направо. И плести я буду прямую веревочку, а не обратную, как здесь. Потому что прямую веревочку плести гораздо удобнее. Приклеиваем на полимерный клей. Он очень быстро схватывается с поверхностью. Прикладываем. И какое-то время, минуты две, удерживаем, чтобы клей схватился с поверхностью. Клей просох. И теперь мы можем начинать плести. Когда мы будем плести второй ряд, то с обратной стороны трубочками места соединения мы прикроем. Ставим форму основу. И теперь ее уже очень плотно оплетаем. Так, веревочкой мы будем проплетать примерно четыре ряда. Все, я доплела до конца четвертый ряд. Теперь вынимаем форму основу. Дальше уже загибку будем делать без нее. Я закончила четвертый ряд аналогично тому, как я заканчивала вот здесь. И теперь мы будем делать верх корзины. Он будет состоять из плетения в три трубочки. Это будет наподобие того, что мы плели здесь. Только будем сейчас заправлять в плетение три трубочки. Заправлять мы будем, потому что при плетении мы будем стоечки сразу обрезать, для того, чтобы здесь пенечков было не видно, чтобы сверху более красиво смотрелось. Поэтому берем три трубочки, обрезаем их здесь под острым углом, для того, чтобы удобно было их прятать в плетении. За стоечками расширяем пространство. Капаем капельку клея и трубочку туда заправляем. Все, и выводим вперед. Аналогично делаем две другие. Плетется такая веревочка по такому же принципу, как веревочка, в две трубочки. То есть берется левая и накладывается на две стоечки. Первая, вторая и заводится за третью, за свободную. Только здесь мы сейчас эту стоечку будем обрезать. Она должна быть чуть меньше, чем наша трубочка. И за нее заводить. И будем здесь капельку клея капать. Левую трубочку плетем свободно, потому что у нас эта веревочка будет более объемная. И сразу же заправляем за стоечку. Прижимаем с обратной стороны, чтобы она чуть-чуть зафиксировалась. Так как у нас здесь пенечек очень маленький, она может соскочить. Вот этот, то же самое обрезаем. В принципе, их можно сразу все обрезать. Ну и можно следующие стоечки тоже сразу прокапать, чтобы тут не отвлекаться. Теперь можно блести. Вот так оно будет сверху выглядеть. Здесь стоечки будет не видно. Они сразу прикрываются у нас веревочкой. Плетем достаточно туго. Хорошо веревочку укладываем и сразу поправляем, чтобы она здесь ровненько ложилась, потому что она, когда на клей приклеится, уже ее тяжело будет поправить. Вот так немножко сверху прижимаем. Наращиваем трубочки аналогичным способом, как мы делали здесь, только обрезаем чуть-чуть подальше, вот от места сгиба, потому что у нас здесь более объемный вариант. Ну и доходим до конца ряда. И теперь трубочки уже заводим внутрь. Там сейчас мы их подклеим по рисунку. Теперь следующее. Ну и последнее. Все здесь аккуратненько по рисунку укладываем. С обратной стороны вот смотрим, как у нас идет рисунок. Эта трубочка у нас идет вот сюда. Здесь мы ее под острым углом обрезаем. И к последней стоечке вот так подклеиваем. Ну и аналогично эти две. Все, загибка готова. Проходим еще ее, поправляем со всех сторон. Стоечки прикрылись. И теперь их незаметно. И теперь для того, чтобы корзинка обрела прочность, мы должны ее прогрунтовать. Грунтовка состоит из той же смеси, что мы покрывали трубочки перед плетением. Только раствор более концентрированный. Я сюда еще подлила лака. Сейчас мы будем корзинку промазывать. Она вообще-то у нас уже достаточно прочная, потому что мы плели трубочками, покрытыми лаком с водой. Особенно аккуратно покрываем вокруг картона, потому что пока мы картон вынимать не будем, чтобы у нас плетение здесь не опустилось. Может быть, я даже чуть-чуть просушу феном. И затем я уже выну вот эти картонки и уже покрою стоечки изнутри и снаружи. Корзинка просохла и обрела прочность. Я вынула картон. Затем в самом конце мы вставим сюда ленту. А сейчас мы можем украсить корзинку на донышки и на боковинках. Будем украшать с помощью техники декупаж из салфетки. Будем вырезать отдельные фрагменты и эти фрагменты наклеивать на плетение. Перед тем, как вырезать фрагменты, нужно отделить белый слой или два белых слоя, если у вас трехслойная салфетка. Вот у меня двухслойная. Аккуратненько отделяем один слой от другого. Стараемся не порвать салфетку. Вот такая тоненькая она получается. И когда будем наклеивать фрагмент, то на плетении будет смотреться красиво. Цветы я буду приклеивать в серединку. Наклею здесь, с обратной стороны также. Ну и возможно несколько фрагментов здесь и здесь, на боковинках. Наливаем клей в какую-то емкость. Берем маленькую кисточку. Фрагмент прикладываем. От центра наносим клей. Аккуратно размазываем к краям. Когда наносите клей, хорошо его размазывайте и салфетку не натягивайте. Я закончила с декупажем. Вот так у нас получилось. Так смотрится донышко. И теперь, когда клей чуть-чуть подсок, остается последний этап покрасочных работ. Мы должны нанести финишное покрытие. Это покрыть корзинку акриловым лаком, для того, чтобы она заблестела и приобрела дополнительную прочность. Я налила немного клея. Будем использовать большую кисточку и маленькую. Будем сначала наносить большой кисточкой, потом маленькой через какое-то время размазывать, чтобы и лак не оставался в плетении. Хочу сказать, что лака наносить много не нужно. Совсем чуть-чуть верхний слой. Сразу очень хорошо размазываем. И грунтовки, и лака можно наносить по два раза. Только обязательно между каждыми этапами покраски нужно изделие просушить хотя бы 12 часов. Потом наносить следующий слой. Так покрываем всю корзинку снаружи и изнутри. И даем просохнуть в течение 12 часов. Спустя 10 минут можно пройти и в промежутках между плетением убрать излишки лака маленькой кисточкой. Акриловый лак, которым я покрыла корзинку, имеет шелковисто-матовый оттенок. Очень хорошо смотрится на изделии. Но, когда мы делаем декупаж, очень хорошо он смотрится, когда имеет глянцевый эффект. Я покрыла наши цветы таким вот акриловым лаком, глянцевым. Получается, тогда они выделяются более четче. После того, как лак полностью просох, можно приступить к украшению ленточкой. Перед тем, как вставлять ленточку, нужно обработать зажигалкой край. Чтобы лента не сыпалась с обоих сторон, обрабатываем. Начинаем вставлять, заправляя за одну стоечку, на другую. здесь оставляем хвостик, чтобы буквально на пару миллиметров заходила за стоечку. И когда мы дойдем до конца, здесь заправим с обратной стороны. Сильно натягивать ленту не надо, то есть, делаем ее достаточно свободно. когда доходим до конца, то делаем последний виток, за ленту заводим назад, и сзади вот эту будем заправлять за соседнюю, чтобы она выходила примерно на 2 миллиметра. Здесь будем обрезать. И здесь я подклеивать не буду, потому что когда она будет вот так заправлена, она уже никуда не выскочит, и всегда будет возможность поменять ленточку. Все, здесь кончики заправлены за стоечки, и их практически незаметно. Сейчас здесь будем делать украшение в виде бантика. Берем две полоски. Для самого бантика лента будет длиной 17 сантиметров. Это будет серединка 8 сантиметров. Бантик будем делать вот таким образом. Ищем серединку. Прикладываем обе части к середине. Сейчас в этом месте мы их приклеим на полимерный клей, и затем будет серединка. Таким вот образом. Когда клей схватился, это буквально через 2-3 минуты, я примеряю серединку. Она у меня была чуть-чуть великовата. Я подрезала на 5 миллиметров. Я хочу, чтобы она туго скрепляла бантик. И сейчас с обратной стороны будем приклеивать. Для того, чтобы вот в этом месте она не отходила в серединочке, капнем клей. Когда наносите полимерный клей, то дайте пару минут, чтобы он подсох. Тогда поверхности будут лучше между собой скрепляться. Все, бантик готов. Вот такой очаровательный он у нас получился. И сейчас в том месте, где у нас соединялась лента, мы будем на стоечку, вот на эту, приклеивать. Наливаем клея достаточно много, чтобы бантик не отвалился от корзинки. Прислоняем к стоечке и плотно прижимаем. Вот теперь корзинка украшена и имеет законченный вид. Вот такая милая и очаровательная корзинка у нас получилась. Посмотрите, как ленточка украшает боковинки корзинки, а бантик придает ей определенного очарования. Так смотрится донышко. Очень оригинальное плетение. Ну и, конечно, декупаж из цветов. Также обратная сторона. И здесь тоже декупаж украсил обратную сторону и корзинка заиграла яркими красками. Посмотрите, как смотрится переход от донышка к стенкам. Он получился очень плавным. Корзинка получилась очень прочная. В ней можно хранить продукты, фрукты, разные сладости, конфеты. Ее можно споласкивать, протирать влажной тряпочкой. Ну и, конечно же, лакомиться сладостями и радовать своих близких. Надеюсь, что ваша корзинка получилась такой же очаровательной. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Желаю, друзья, вам творческих успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!